Будет хуже. Анна Шафранна, РТ за 2 августа 2023 года. Но прежде чем продолжить, хочу напомнить, что мой канал существует только и исключительно на ваши пожертвования. Спасибо за понимание. Поехали. Очередной дипломатический скандал между Киевом и Варшавой с вызовом послов в МИД и раздраженными заявлениями политиков. Причина – очередной приступ неблагодарности Украины за, без всякого сомнения, обильную помощь, предоставляемую Польшей. Конечно, проецировать межличностные отношения на межгосударственные не вполне корректно, но в данном случае, мне кажется, аналогия напрашивается. У многих из нас есть такие знакомые, которые с детства и до самой старости у всех все клянчат. В детстве – игрушки, потом деньги и услуги. А когда вежливо просишь их вернуть взятое или помочь, в ответ устраивают скандал и истерику. Россия с 1990-х годов регулярно сталкивалась с истериками Украины. Когда вежливо намекала на то, что неплохо бы заплатить за газ, или что в обмен на многие экономические преференции следовало бы проводить несколько более учитывающие наши интересы политику, в ответ же мы слышали что-то вроде «Клятый москали, вы нам по жизни должны». Теперь Украине по жизни должны не только русские. Мы-то их в мечтах будем платить и каяться на протяжении ближайших столетий, но и весь мир. Как же так? Ведь они сражаются со страшной русской угрозой. Также, напомню, в XIX веке постоянно требовали денег и оружия для борьбы с Россией от Европы поляки. И получали, и организовывали одно кровавое восстание за другим. В ответ сталкиваясь лишь со снижением уровня собственной автономии. Потому что как можно доверять автономию тем, кто при первой же возможности начинает резать безоружных людей, причем не только спящих в казармах русских солдат, но и мирных жителей, священников, учителей, православных крестьян, и не только русских, но и, разумеется, евреев. Антисемитизм поляков, как и украинцев, широко известен. Но, да вернемся из века XIX в XXI. Украинцев и поляков обвиняет только одно русофобия. Но лишь на ненависть и долгий и прочный союз создать невозможно. А больше никаких точек соприкосновения у Украины и Польши нет и быть не может. Наоборот, они естественные конкуренты и соперники, как за территорией рынок продовольствия, так и за финансирование из Вашингтона и Брюсселя. Кстати, русофобия и дело не обходится. Я уже упомянула объединяющий Киев и Варшаву антисемитизм. И не надо мне напоминать о происхождении Зеленского. Он давно забыл и еврейские, и русские корни, став тем, кого в соцсетях называют «трансхохол». Больший украинец, чем тот, чьи предки столетиями жили на Галичине и при каждом удобном случае резали евреев и поляков. Но и у украинцев, и у поляков есть также претензии к другим соседям – Венгрии, Чехии, Белоруссии и т.д. Так что речь в данном случае идет не о ненависти какой-то конкретной нации, а о тотальной ксенофобии, заложенной что в польской, что в украинской национальной идее. Два здоровых националиста, чья основная идея заключается в уважении к собственной нации, могут договориться, что и подтверждают вполне теплые отношения многих европейских партий, которых либеральные СМИ причисляют к ультраправым. А вот ксенофобы могут заключать только ситуативные союзы, и как только исчезает объединяющий повод, они тут же начинают грызть друг друга, просто потому что иначе не умеют. В данном случае они грызутся даже до исчезновения повода в процессе совместных попыток противостоять России. А во-первых, потому что в глубине души отлично понимают бессмысленность противостояния. А во-вторых, из-за слишком большого количества копившихся столетиями противоречий и претензий, которых не могут отменить пара обнимашек Зеленского с Дудой и пара фальшивых совместных деклараций о том, что хорошо бы забыть тяжелое прошлое и вместе устремиться в светлое будущее. Это невозможно, потому что помимо ксенофобии, Польшу и Украину также объединяет реваншизм. В Варшаве мечтают о Польше от моря до моря, в Киеве мечтают не только о возвращении Крыма и Донбасса, но и об украинско-грузинской границе в районе Сочи и о присоединении Воронежа и Белгорода. Вот только сама идея Польши от моря до моря исключает существование Украины как таковой. Ну а беспочвенность украинских территориальных фантазий лишь подпитывает агрессивность носителя этих идей. И эта агрессивность регулярно проявляется по отношению к ситуативным союзникам. Поэтому прогноз тут может быть только один. Польско-украинские отношения будут ухудшаться в любом случае. Для их нормализации необходимо серьезнейшее переформатирование сознания тех и других, что при жизни нашего поколения нереально. Анна Шафран будет хуже.